Субтитры создавал DimaTorzok Поэтому Владиславом Ходосевичем, в эту пору уже известным поэтом, произошел следующий случай. Случай, который обсуждался в русской литературе. Потому что в этот же день Владислав Ходосевич написал стихотворение «Эпизод». Но это стихотворение очень большое, я его читать не буду, а сам случай опишу. Владислав Ходосевич сидел у себя в комнате, курил, размышлял. И в этот момент произошел такой спонтанный выход из тела, из физического. Владислав Ходосевич раздвоился, он поднялся на некоторое расстояние над самим собой, увидел себя курящим, размышляющим, испытал определенные чувства. Ну, скажем так, несколько космического порядка. И потом вернулся обратно. И вот этот опыт свидетельствования, когда какая-то часть человека отделяется от его бренной оболочки, наблюдает за тем, как тело продолжает жить в пространстве, курить, двигаться, почесываться, размышлять. В некотором смысле нам очень многое объясняют в самом Ходосевиче, потому что он свидетель. Он так был свидетелем многих знаменитых историй Серебряного века. Ну, он был одним из тех людей, которые сыграли непосредственное участие в интриге Валерия Брюсов, Нины Петровской и Андрея Белой. Он был человеком, который свидетельствовал другую историю между Валерием Брюсовым и Надеждой Львовой. Обе истории закончились в разной степени трагически. Нина Петровская умерла за границей спустя много лет, а Надежда Львова застрелилась. Он был последним человеком, не считая жены, который видел Николая Гумилёва перед его арестом. И вообще вот само его существование, он был таким свидетелем в некотором смысле русской литературы, русской культуры. По отцу поляк, шляхтич, есть геральдическое древо. Он на этом древе родственник Адама Мицкевича, самого знаменитого польского поэта. Человек, который пытался вызвать на долю Дантеса, чтобы отомстить за Пушкина. Был такой эпизод в мировой литературе. А мама еврейка. И вот полуполяк, полуеврей, который не расставался с восьмитомником Пушкина. Это было главное, что он взял с собой, когда уехал в эмиграцию, вместе со своей подругой, тогда Ниной Берберовой. И вот это странное положение человека, который невероятно любил русскую культуру, но одновременно был несколько чужим, отстраненным. И этой отстраненности помогала, если можно так сказать, невероятно какая-то такая сложная судьба. Сложная судьба в смысле того, что никто не верил, что мама Ходосевича его выносит. Он был поздним ребенком, и когда он родился, все говорили, что умрет. И его спасла русская нянька по фамилии Кузина. Он был ей благодарен всю жизнь. Он написал ей стихотворение. Он вообще считал, что в этом смысле он продолжатель Пушкина. У них есть какое-то родство. Вот няня Пушкина сыграла в его биографии колоссальную роль, и его няня сыграла колоссальную роль. И вот это вот некий первый мотив. Он свидетельствует о том, об эпохе, о том, что проходит. И во второй половине жизни уже за границей он напишет, может быть, лучшую книгу о Серебряном веке. Она называется «Некрополь». Это книга, состоящая из очерков о людях этой эпохи. О Блоке, Гумилеве, о Есенине и так далее. И вторая, конечно, история, которую многое определило в биографии Ходосевича. Он упал малышом вниз головой. Засмотрелся. Он засмотрелся. Выезжали на дачу соседи, потому что наступал летний сезон, и вытащили клетку с попугаем. Какая-то птичка в тюрьме. И малыш засмотрелся, и так поехал, поехал, и упал. Нога попала в жёлоб, и затормозила падение. Вытащила всю та же няня. И вот это падение станет главным метафизическим мотивом огромного количества произведений Ходосевича. Потому что лирик был гениальный. Я прочитаю одно, совсем короткое стихотворение из знаменитого его цикла «Европейская ночь». И само название тоже симптоматично. Он был свидетелем той страшной европейской ночи, в которую погрузилась русская миграция. Он свидетельствовал об этом кошмаре. А вот о том, как жили эти люди, об этом мы ещё будем говорить. С стихотворением всего шесть строк. Было на улице полутемно, Стукнуло где-то под крышей окно, Свет промелькнул, Занавеска взвелась, Быстро тень со стены сорвалась. Счастлив, кто падает вниз головой, Мир для него хоть на миг, Но иной. Так что это не просто свидетельство, Нет, свидетельство в неком смысле перевёрнутого человека. Человека, летящего вниз головой. И лирика Ходосевича наполнена этими мотивами. Он, конечно, этому учился у французских символистов, Хотя это родство то ли вскрывал, То ли оно было в достаточной степени подсознательное. И знаменитое стихотворение прозе Стефана Маларме «Падение». И он в некотором смысле был свидетелем и удивительных женщин, Которые были в его жизни. По стоку поскольку, Каждая из них была, Что называется, может быть, за исключением первой, Так называли камертонные девушки. Камертонные. Это девушки, которые служат для тебя, Которые слышат тебя, Которые отзываются, Которые живут с тобой одним импульсом, На одной волне. И в этом смысле его судьба тоже удивительна, Потому что он человек, который все время болел. Все боялись, что он умрет. Его еле-еле выходили. С перепугу его кормили какими-то кашками и куриными котлетами. Ничего другого не давали. Желудок был не приучен к другой пище. И он, собственно говоря, всю жизнь-то и питался как-то Для человека, который умрет от рака И будет очень страдать Вот всеми этими болезнями внутренности человеческих. Кишок, печень, желудка. Берберова говорила о том, Что он всю жизнь ел Макароны с котлетами. Для человека слабого здоровья Всю жизнь ел макароны с котлетами. Правда, где он их во времена революции брал, неизвестно. Пища-то не самая, конечно, Такая не самая хорошая. Он Родился, И сразу у него возник, что называется, Типун на языке. Вот есть такая поговорка, Типун тебе на язык. Вот он родился таким Типуном и не мог глотать. Не мог глотать. То есть, Очень важно здесь вот увидеть вот эти проблемы с физическим существованием человека. Потому что они станут источником очень многих его откровений. И доктор догадался, и прижег ляписом язычок ребенку. И у него был язык всю жизнь с заплаткой, что называется. То есть, на языке было такое затвердение. И вот этот язычок с заплаткой, Он тоже много объясняет. Потому что Ходосевич один из самых желчных людей своей эпохи. Худых, С зеленым лицом. Его Нина Петровская называла мой зеленый друг. Из-за цвета лица. Мой зеленый друг. Или так, Просто скелетом. Вот живым скелетом. Или мой скелет. Она им так писала письма. А вот Андрей Белый, Который оставил такие воспоминания о Ходосевиче. Посмотрите, как по-доброму описывали друг друга люди Серебряного века. «Жалкий, зеленый, больной, С личиком трупика, С выражением зеленоглазой змеи, Мне казался порой юнцом, Убежавшим из склепа, Где он познакомился уже с червем, Вздев пенсне, Расчесавши пробориком черные волосы, Серый пиджак, Затянувши на гордую грудку, Года удивлял нас умением Кусать себя и других, В этом качестве напоминая Скорлупчатого скорпионика». По-моему, Очень хорошо. Но Ходосевич не оставался в долгу. Надо сказать, что с Белым они вообще Очень часто их биографии и судьбы Соприкасались, И Ходосевич говорил, Что Белый – это человек, Который сильнее всех изменил меня. И Белый будет первым человеком, Который назовет Ходосевич поэтом Божьей милостью. Поэтому, с одной стороны, Такие едкие описания, А с другой стороны, Такая оценка друг друга По гамбургскому счету. Но вот этот вот человек С заплаткой на языке, Худой, зеленый, Худеющий на протяжении жизни, Постоянно, Когда будет умирать, В нем будет 49 килограммов. Обладал невероятно желчным языком. Это может быть самый злой, Самый желчный язык серебряного века. При этом, Про него не скажешь, Что он какой-то вот Человек злой природы, Злой натуры. Скорее, человек, Обладающий к неким Повышенным содержанием трезвости. И эта трезвость, Она все время расплавлялась Ну, самой атмосферой эпохи. Ну, вот, Я два примера, наверное, Привел. Первый, вот его первая жена, Марина Рындина, Красавица невероятная. Отличалась невероятно Эксцентричным характером. Ехала в поезде, Брала с собой животных. Кошку, Собаку, Попугая, Обезьяну И ужа. Ужа часто носил на шее. Когда утром Выезжал на коне, Очень любил кататься в деревне, То одевал ночную рубашку И или жемчужное жерелье, Или ужа. Иногда, надев ужа, Она приходила в театр. Однажды был скандал, Уж уполз В соседнюю ложу. Был переполох, Скандал. Все как-то кричали друг на друга И пугались. Женщина, Которая носила Или черные, Или белые платья, Или шубу, Одеваемую на ногой тело, И часто являлась На такие поэтические посиделки, Где люди читают стихи, Выходила, Снимала шубу, И обнаженная Садилась со стола. Вот так вот, Лицом К залу Зрительному. И зрители не вполне понимали, До поэзии ли им сейчас. Ну, какая была удивительная совершенно фигура. Я все время думаю, Вот сними фильм, Ведь гадость получится. Потому что как будто все стоит из штампов эпохи. Вот попробуй, сделай. Но это была такая реальная жизнь. А второй эпизод – Это его друг Муни. Его друг Муни, С которым у них был Прекрасный совершенно обычай, Который мне так нравится. У них была договоренность, Как бы они ни проводили ночь, Утром они обязательно встречаются. Ну, вот жизнь развела их по Москве. Один ушел с какой-нибудь дамой, Другой ушел в какой-нибудь ресторан, Или по каким-нибудь делам. Но они должны встретиться у звезды. Звезда – это надо встать На Тверском бульваре, Если были в Москве, Вы понимаете, Лицом к Страстному монастырю, И над монастырем зайдет звезда. Вот под этой звездой Надо было встретиться, Глядя на нее. Обязательно, каждую ночь. При этом жили они так часто, В день выпивалась из еды Бутылка молока или батон хлеба. Но каждый вечер они пили, выпивали. А поскольку представители разных Сечений направляют, Пини разные напитки, То они в основном, конечно, Не могли себе позволить пить все время водку. Потому что водку пили реалисты. А модернисты пили Мартель и Мадеру. И поэтому Ходосевич, Который не признавал Ни тех, ни других, И вообще-то стоял в одиночестве Некоем в литературе, Он выпивал водку, А потом заканчивал Мартелем. То есть он в этом смысле Соединял реалистов с модернистами. И с Муни у них Была вот эта удивительная жизнь. Он ее прекрасно описал. Я приведу один пример, Потому что он много говорит О Ходосевиче и об эпохе. Мы с Муни жили, Муни это псевдоним, конечно, Жили в трудном и сложном мире, Который мне сейчас уже нелегко описать Таким, каким он воспринимался тогда. В горячем, Предгрозовом воздухе тех лет Было трудно дышать. Нам все представляло Двусмысленным и двузначащим. Очертания предметов Казались шаткими. Действительность, Распыляясь в сознании, Становилась сквозной. Мы жили в реальном мире И в то же время В каком-то особом, Туманном, В сложном его отражении, Где все было то да не то. Каждая вещь, Каждый шаг, Каждый жест, Как бы отражался, Условно, Проектировался в иной плоскости, На близком, Но не осязаемом экране. Явления становились видениями. Каждое событие, Сверх своего явного смысла, Еще обретал второй, Который надо было расшифровать. Он нелегко нам давался, Но мы знали, Что именно он и есть настоящий. Таким образом, Жили мы в двух мирах. Но не умея раскрыть законы, По которым совершаются события, Во втором, Представлявшемся нам более реальным, Нежели просто реальной, Мы только томились, В темных и смутных предчувствиях. Мы были только неопытные мальчишки, Лет двадцати, Двадцати с небольшим, Нечаянно зачерпнувшие Ту самую каплю запредельной стихии, О которой писал поэт, Но и другие, Более опытные, Ответственные люди Блуждали в таких же потемках. Маленькие ученики, Плохих магов, А иногда и попросту шарлатанов, Мы умели вызывать мелких И непослушных духов, Которым не умели управлять. И это нас расшатывало. Совершенно блистательная цитата. Она обо всем серебряном веке. Вот она Ходосевич. Вот он в этой, В этом атмосфере, В этой мареве он существовал. И человека выдает жест, Конечно. А когда вот в первые дни Знакомства с Ниной Берберовой, Девушка из армянской семьи, Очень красивой, Она запуталась в проволоке. И он распутал проволоку, Взял эту проволоку с собой И подарил ей, Это было такое ухаживание, Браслет из проволоки. Из проволоки, Найденной на улице. Вот так он будет писать Свои стихи. Гениальные стихи, надо сказать. Это стихи, Сделанные из проволоки. Но об этом В нашей следующей программе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok